Ребята, хочу... Такой незапланированный сейчас у меня спонтанный эфир пройдет, да. Не знаю, я очень часто так делаю у себя в аккаунтах в своих социальных сетях, то есть понаить. Поговорим о последних новостях, о наших ожиданиях, о том, что происходит. Во-первых, очень обрадовал то, что Африка все-таки нас услышала и возобновила какие-то те функции, с которыми к ним обращались, да, они как бы, как они сказали, заскучали по русскоязычному сообществу, поэтому, ну, это здорово, да, когда люди все-таки пересмотрели какое-то свое отношение к ситуации и все-таки оттаяли, да, можно так сказать, то есть это здорово. Так что я знаю, что продолжается, мы это видим, продолжается активная работа в Gift of Legacy, это здорово, это не может не радовать, поэтому у кого получается, у кого работает, продвигайтесь, естественно, никаких... Так, у меня здесь вот звонят и звонят, я сейчас одну секунду... Никак не дают мне поработать. И, как бы, знаю, что продолжается там движение активно, да, то есть никто никогда не призывал бросать, да, эти Gift of Legacy, не было такого в нашей риторике. Мы просто не понимали, почему технически люди не хотят нам помочь, не идут навстречу. Возможно, это разность, разность ментальности, да, но они как-то по-другому это себе представляют. Мы, допустим, люди активные, да, мы привыкшие уже работать в интернете, трудиться, надо слово работать, выбирать. Поэтому у нас как-то быстрее темпы, да, у нас быстрее темпы, у нас быстрее идёт движение, быстрее идёт развитие. Мы учимся на ходу, я особенно люблю говорить очень часто такую хорошую фразу, моя знакомая озвучила когда-то, мы шьём парашют в полёте. И вот этот парашют в полёте, понимаете, у нас и делает уникальными, возможно, это разительно и отличает нас от других национальностей, других народов, я имею в виду, да, всё в другом полушарии или там в других континентах целых. Вот, ну, молодцы, что услышали, что откликнулись, поэтому продолжаем работу и в Gift of Legacy. И, конечно же, ожидаем запуска новой. Раз уже начали, коль уже пошла такая ситуация, да, то запускаем, а почему бы и нет? Почему бы и не иметь своё... Оно, наверное, должно было появиться, наше европейское, как мы его называем, европейское движение, хотя оно всё равно интернациональное, для многих-многих стран. Я хочу выразить огромную благодарность и поддержать наших ребят, кто стоит, да, за всем этим, кто организовывает, кто создаёт, кто работает с программистами, создаёт техзадания. Делается колоссальная работа, да. Не могут, ну, нельзя показывать всю внутреннюю систему, потому что работы очень много. Есть информация конфиденциальная, да, которая не разглашается, потому что это нормально, это правильно, потому что создаётся новое сообщество, и технически очень много задач. Огромное количество задач нужно решить в техническом плане, программистам, иначе просто ничего не получится. И сейчас, почему мы так долго ждём, да, вот я разговариваю с нашими Андреями, с нашими ребятами, а почему мы так долго ждём запуска. Вот нужно было тогда, тогда, и программисты объясняют, что уже должен был быть запуск, но находятся какие-то ошибки, их нужно исправлять. Лучше запуститься без ошибок, лучше запуститься спокойно, плавно, как говорил Андрей Шель, по-немецки пусть будет всё точно, да, потому что мы с вами знаем немецкую точность и в автомобилях, и в технологиях, и во всём остальном. Это круто, и действительно, пусть это будет по-немецки точно, да. И я рада, что у нас стоят такие люди, с которыми не просто общаешься, а с которыми создаёшь, да, то есть с которыми строишь абсолютно новое сообщество, опять же, в благодарность, да, Африке, то есть мы так и назвали это Убунту, потому что оно продолжает эту идею, да. Это не является каким-то разительно чем-то другим, это как само собой разумеющееся продолжение, да, потому что ментальности наши с Африкой, они разные, у них немножко другой темп, они медленнее это всё делают. И мы понимаем, что нам нужны, как говорится, большие скоростя, да, давайте я такое скажу слово, нам нужны большие скоростя, вот, потому что мы действительно как торпеды, нам вот, нам сегодня нужно закрыть несколько досок, мы не можем это делать раз в неделю или раз в месяц, да, нам нужно, нужно, нужно постоянно это делать. И хочется вот поддержать и как-то скрасить наши ожидания, и, ребят, надо наслаждаться сейчас этим предвкушением, потому что потом, когда запустится, предвкушения уже не будет. У вас сейчас есть шикарная возможность расписать свои структуры, посмотреть, как, где стоит, посмотреть на людей, да, да, возможно, возможно, кто-то не хочет далее здесь быть, да, никого, ни в коем случае никого не заставляйте, никогда никого не заставляйте принимать какие-то решения в угоду вам, вот не делайте этого. Я в этот раз переформатировала полностью все свои отношения в команде, то есть я сказала, ребят, кто хочет, идёт со мной, кто не хочет, выбирает себе наставника, идёт туда, где он хочет быть. Я же не знаю, может быть, человек хочет быть с другим лидером, с другим человеком, вообще вопросов нет. Но должна быть правда, честность и ясность. Поэтому сейчас есть прекрасный момент, да, быть человеку там, где он хочет быть. Это здорово, это совершенно другая энергетика, это совершенно другой настрой, и это совершенно другие результаты. Это абсолютно кардинально другие результаты. Потому что мне нравится это сообщество тем, что... Здесь идёт работа, правильная работа с денежной энергией. Любой бизнесмен всегда вам скажет, человек, который создал состояние, всегда вам скажет, он основывался на своей интуиции. Нами управляют наши чувства и эмоции, а их нужно создавать, понимаете? Не нужно идти по навязыванию, да, нужно идти за своей интуицией. И интуиция, она вам покажет огромные, колоссальные перспективы. Смотрите внимательно на людей, слушайте, кто что говорит, как говорит, как человек с вами общается. Потому что присутствует какой-то элемент, какой-то гонки, непонятно куда, непонятно зачем. Нужно расслабиться, серьёзно, нужно снять это напряжение. Оно не должно вами руководить. Были какие-то споры, человек со мной спорил в Ютьюбе, в комментариях по поводу названия. Может, вы читали, да, что... Почему название африканское Убунту? То есть, ну, почему оно такое? Давайте сделаем славянское название. Мы не можем сделать славянское название, потому что у нас полный интернационал. У нас люди со всех стран абсолютно. Это общеобъединяющее название. И это правильно, потому что философия Убунту, о чём нам говорит? Я есть, потому что мы есть все, да? Вот один человек ничего не может. Мы, если будем по одному, один где-то по одному. А что мы, что ты сможешь один сделать? Да ничего ты не сделаешь. Один человек ничего не может сделать. То есть нам нужно постоянно быть вместе. Нам постоянно нужно коммуницировать. Нам нужно постоянно что-то создавать. И вот эта правильная энергетика, многие говорят, это такие же матрицы, только там вид сбоку или профиль. Это не такие же матрицы. Матриц на сегодняшний день, вообще вся наша жизнь матрица, да? Матрицы, бизнес-матрицы, которые часто любят там хейтеры применять, да, этот термин к нам, таких матричных систем может быть и много. Да, их много вокруг, но у них идея бизнеса и заработка. Здесь идея, которая соприкасается с понятием денежной энергии и дарения, понимаете? Вы дарите деньги, денежный подарок человеку, вы дарите его правильно. Вы дарите его без того, никогда не дарите, что я сейчас подарю, и потом я буду, значит, мне подарят в ответ, я буду ждать. Я же не просто так. Тут нужен совершенно другой подход, понимаете? Здесь нужен более тонкий подход, более душевный и простой, как у ребенка. Когда ребенок вам дарит подарок, вы видите, как он сияет, и как он смотрит на вас, что он хочет в этот момент, когда он дарит вам подарок. Он вам в глазки заглядывает и смотрит, как ты улыбаешься, тебе приятно, и когда он видит от вас эту ответную реакцию, что вы улыбаетесь, вам приятно, вот эти эмоции, они бесценны, они неоценимы. Это такой подъем вибраций. И вы представьте, когда вы запускаете свой денежный поток, энергию, даря человеку с хорошими пожеланиями от сердца вот этот подарок, понимаете, в денежном эквиваленте, все, эта энергетика, она пошла правильно. И она почему возвращается вот так же обратно, вот с этим добротой, с этим теплом? Поначалу вот люди, которые не включаются сразу в этот процесс, а сколько стоит вход? Меня прямо, знаете, режет по ушам. Я говорю, какой вход, куда стоит? Вы приходите, присоединяйтесь в сообщество, где вы дарите деньги. Почему вы хотите это испортить? Почему вы хотите сделать, что это должно быть как-то по-другому? Сколько надо заплатить? Я там вложил. Куда заплатил? Куда ты вложил? Да уже все везде платится, вкладывается, заплачивается, ценит, оценивается. Да просто дарите. Включайте вот эту вот, отключитесь вы, оттормитесь вы от земли. Наше приземленное пребывание здесь. Дом, работа, поели, поспали, встали, дом, работа, деньги, 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 кредиты, это все, оно не дает вам вообще увидеть, на что вы способны на самом деле. А вы способны на колоссальные вещи абсолютно. И нам нужно просыпаться, нам нужно пересматривать это все. Поэтому для меня это сообщество, оно необходимо, чтобы научить людей вот этому пробуждению. Хватит спать. Мы уже достаточно долго спали под убаюкивающие песни правительства разных стран, что должно быть вот так, вот так или вот так. Да должно быть так, как должно быть, как люди созданы, понимаете? Вот так должно быть. Вот моя риторика, в самой первой встрече, когда мы в Инстаграме у меня сделали встречу с Кернером, с Шелем, со всеми, с Валерой, с нашими всеми ребятами, лидерами, мы, я сразу сказала, вот с Андреем мы сходимся в этом понимании, с Кернером. Там только духовная составляющая, только такая риторика, дарение подарков от сердца к сердцу. И все и больше никак по-другому. Пытаются люди делать клоны, зарабатываем с какого-то места. Вы зарабатываете в наших подарках. Значит, там видела рекламу одного такого же клона, ну, похожей такой, да, системы. Вы в наших подарках, в подарках, зарабатываете с позиции гида. У меня вопрос, как у юриста, на чем вы зарабатываете? Гид зарабатывает с позиции гида, идет заработок у него за что? Мы покупаем какую-то услугу у вас или какой-то товар? Как нам объяснить налоговой, на чем мы здесь зарабатываем с позиции гида? Нет ответа. Зарабатывают, на чем зарабатывают? Если зарабатывают без продукта и без услуги, да, предоставляемой, это будет приравниваться любым регулирующим, контролирующим органам к финансовой пирамиде. Все. Перераспределяются деньги без заказания услуг, либо продажи товара. Пожалуйста, пойди потом объясни, в каких-то там досках, в каких-то там подарках зарабатываешь с позиции гида. Люди не следят за риторикой. Потому что почему? Потому что они не вкладывают туда никакого смысла. Там вкладывается смысл только заработать бабки. Даже не заработать, а сорвать. Потому что зарабатывать-то не на чем, понимаете? Я не хочу сейчас кого-то там скомпрометировать или еще как-то. Я говорю сейчас так, как я это вижу. Вот идеология, риторика, терминология дарения – это совершенно другая формулировка даже в плане закона, взаимоотношений по закону между двумя людьми, которые совершают добровольную практику дарения. От человека к человеку происходит добровольный подарок. Все. Мы имеем право дарить друг другу денежные подарки, физические подарки, в услугах подарки, оказывать какую-то услугу. Это уже мы решаем между... Два человека, две личности решают между собой абсолютно добровольно этот процесс. И эту риторику, ребят, я вас очень прошу, сохраняйте ее, не усложняйте себе процесс. Потому что за заработки нужно отчитывать перед налоговой, нужно отчитываться перед контролирующими органами, нужно объяснять, а на чем вы здесь зарабатываете. Поэтому выберите сердцем процедуру дарения, да, вот эту практику дарения. Не усложняйте себе жизнь этими заработками. Зарабатывать нужно в компаниях, в которых есть на это разрешение, лицензии, договора, оферты, условия сотрудничества, там пятое, пятое, десятое. Все. Там можно зарабатывать. А здесь нужно включиться в процесс дарения. Вы дарите от сердца к сердцу. И вот эта энергетика правильная, она научит вас и в ваших бизнес-системах, где вы находитесь, она научит вас правильно закладывать бизнес-фундамент в будущем. Потому что, когда мы говорим с вами о бизнесе в каком-то бизнес-направлении, да, если вы интернет-предприниматель, у вас есть какие-то бизнес-системы, там, команда, вы где-то развиваетесь, создаете бизнес. Вы должны заложить основу. Вы вкладываете деньги, вы формируете свой бизнес-фундамент. Потому что на пустом месте ничего не растет. Абсолютно. Также, если вы пришли в сообщество дарения, да, в Gift of Legacy, там, в Ubuntu, вы закладываете тот фундамент энергетически правильный, чтобы эти подарки, отправляясь от вас, возвращались, допустим, во многократ умноженные. Это важно. Это важно понимать. Это очень хорошая практика. Вы на практике учитесь эти... Все энергии, все денег. У них колоссальная энергия, на самом деле. Колоссальная денег. Вы посмотрите, как богатые люди правильно, бережно обращаются с деньгами. Они их умеют считать, они их умеют откладывать, они умеют умножать, и они умеют 70% своего дохода заложить дальше, правильно вложить в развитие своего бизнеса. Я очень часто слышала у богатых людей такую фразу «Деньги есть, но я не могу их взять, они в обороте». Думаю, как это? У человека есть деньги, он не может их взять, они в обороте. Это всего... Сегодня становится понятно, что деньги должны работать, они должны крутиться. Если что-то стоит на месте, вот вода, она превращается в болото, понимаете? И только горная река, почему чистая? Потому что постоянно двигается. И вы представьте, когда вы правильно запустили вот эту денежную энергетику, правильно, в чистое русло, с чистыми помыслами, даже не с мыслями, а с помыслами. Вы такой запустите вот этот, как это вот все время, да, у нас колесо, которое крутится, да, как карусель. То есть это постоянный, бесконечный процесс. Поэтому пересмотрите сейчас свое отношение к сообществу и гифтов Легаси, и Убунту, как и подарочной этой деятельности. Пересмотрите свое отношение. Заложите сейчас совершенно другой фундамент. Отключитесь вы уже от этих заработков. Понятное дело, все мы зарабатываем где-то как-то своими путями. Это все есть. Это нужно вам для поддержания жизни, для пропитания, для детей своих, для своих семей, для решения вопросов. Это нормально. Здесь, в сообществе, Убунту, в гифтов Легаси, в подарочной деятельности, в этих сообществах, настроитесь на правильную волну. Сделайте этот толчок. Вы просто успокойтесь, послушайте себя и поймите. Я пойду дарить правильно деньги и буду получать, и правильно принимать. Потому что принимать с благодарностью тоже важно. Конечно, важно. А как же нет? Обязательно поблагодарите человека, который вам подарил подарок. Пожелайте ему взаимно всего того, чего бы вы хотели, чтобы было у вас. Это такой кайф. Я не знаю, как происходит в других командах. Мы просто, когда начали первый заход тогда в Легаси, и когда эти дарились подарки между другом, это был просто взрыв. Этот чат, он просто был как вулкан. Там столько эмоций было, там столько было поздравлений. Эти слова благодарности. Вы представляете, эти слова, они формируют нашу жизнь. Вы желаете человеку изобилия, вы его поздравляете. Вы дарите ему свои эмоции, и на этом формируется и ваш вот этот подарочный круг. Понимаете, он закольцовывается. Это не просто, как говорят там хейтеры или там конкуренты или кто. Это те же матрицы, только в профиль. Их можно закольцевать. Этот процесс можно поставить на поток постоянный. Это кольцо. Понимаете, вы проходите и заходите еще раз. Вы заходите еще раз, вы заходите еще раз. Это можно делать бесконечно. И очень много сейчас в жизни происходит негатива. А вы переходите на волну позитива, дарите, и вообще все меняется вот так на раз-два. Абсолютно меняется. И сейчас, наверное, почему мы с вами так долго ждем? Может быть, не все перестроились на эти рельсы? Есть такое понятие. Если много людей думает о чем-то в одном направлении, вот это событие или действие, или предмет, или что-то они хотят, оно начинает происходить. Вот теперь давайте с вами проэкспериментируем. Давайте все с чистыми мыслями просто. Вы же не будете кому-то говорить, что вы там думаете. Вот сейчас просто каждый сам себе, да, в своей голове там вас никто не будет слышать, видите, совестеснительность или еще что-то. Вы просто себе, вот если мы все с вами одномоментно будем думать о том, что пусть это все запустится правильно, пусть я правильно буду об этом думать, пусть я сделаю все как положено, чтобы все происходило благоприятным образом для меня и для окружающих. Вот вы представляете, вот если вот так вот сейчас мы все будем это думать, мы этот эгрегор создадим, и он вот все упорядочит. Это не будет через секунду. Возможно, завтра нам скажут, опа, давайте, ребята, мы готовы заходить. Понимаете? И это все может не надо. Знаете, у нас люди очень любят ждать нервно. Ну, мы уже ждем, мы уже не можем. Ну, мы уже ждем, ну, пожалуйста, ну, давайте, но мы уже не можем. Вот это вот нужно, не просто так это идет ожидание, как я это вижу, да, просто делюсь с вами вот своим впечатлением. Это действительно нужно для переоценки, для переосмысления. Это перезапуск, понимаете? И он очень важен. И он очень важен в голове каждого из вас, в вашей душе. Голова – это мозг, это компьютер, она дает команды. Важно то, что вы чувствуете внутри. Понимаете? То есть вы вот, все, вот убираем это слово, там, работа, там, вклад, взнос, цена входа, еще чего-то. Мы трудимся на благо друг друга. Подарки создать, сделать подарок, написать человеку приятные слова – это тоже определенный труд. Это определенная форма труда, и это классный труд. Потому что работа – это от слова раб, это рабство. А труд – это благо. Работа – это грех, а труд – это благо, понимаете? И когда вы перенастроитесь и правильно очистите свои мысли, и правильно сделаете подход, и будете уже готовы к новому старту, и в легосе, пожалуйста, все перезапустилось, понимаете, произошел формат вот такой встряски и переосмысления. Пожалуйста, делайте это, делайте это правильно, включитесь в правильную волну, и кто готов, продолжаем и в этой системе. Пожалуйста, если там у людей все получается, почему бы и нет? Нам нужна была всем эта перезагрузка. И в заход в новое, вот в наше уже европейское, мы уже без него не сможем. Все. Даже если, допустим, там что-то появится в легосе, что-то супер-пупер, окей, это все только за. Но новый заход, он уже нам необходим, понимаете? Я это так вижу, моя команда тоже со мной, многие в этом согласны. Мы хотим уже этой новой встряски, и мы уже учитываем, да, все какие-то ошибки, нюансы, кто-то что как-то там делал. Самое главное – это переосмыслить вот здесь, почистить в голове и внутри. Просто все очистить и с новым заходом, с новым подходом зайти уже на новую площадку, учитывая все минусы, все ошибки, все какие-то, и постараться сделать, знаете, так, в совокупности со всеми, сделать такой, ну, красивый полет, да, это будет вот, не знаю, как-то так это вижу, у меня это все отзывается. Я иногда вот когда сильно вдумываюсь в это все, что мы зайдем уже правильно, осознанно, что мы уже, с нами идут только осознанные люди, которые хотят двигаться дальше, не будут там крутиться на одном месте, где-то там тормозить движение, чего-то бояться. Самое интересное, что столкнулись с тем, что люди боятся дарить деньги, люди боятся дарить большие суммы. Вы, получается, сами себя ограничиваете. Вот такие шоры вешаете, я буду здесь только на бронзе крутиться, мне этого достаточно. А как же твоя мечта? А почему тебе этого достаточно? Почему тебе достаточно только 800 на бронзе? А как же твои планы? А как же твое желание поехать куда-то, закрыть кредиты, найти подарки, решить свои вопросы? Это же тебе дарят деньги с такими эмоциями, с такими пожеланиями, а ты их жмешь и боишься дарить дальше. Отпускать нужно, нужно дарить. Ты же получишь еще больше, тебя же подарками закидают просто, забросают. Почему надо этого бояться? Почему вы украдетесь в то, что... Я знаю, что уже очень мало таких людей осталось, очень много народу переосмыслили и говорят, все, мы не будем бояться, мы не боимся дарить больше суммы, и мы не боимся... Это кайф, это определенный фонтан эмоций. Это вот так вот перетолбасит и все. Я подарила на золоте в Легасе 1600 долларов неизвестной мне девушке в Испанию. Ни одной капли сожаления. Я ей дарила, понимаете? Я просто подарила человеку. И это круто. Знаете, как могу себе позволить подарить? Хотя не сказать, что там я сижу на деньгах, у меня, видите, все полки в деньгах завалены, я прям не знаю, что с ними делать. Нет, я тружусь точно так же, как и все. И парить эти деньги тоже было волнительно, но волнительно в позитивном плане. И это здорово. И движение продолжается. И сейчас в новом заходе, я думаю, что мы усилим свои... Все моменты, да, лучшие свои стороны. Ребят, надо улучшать лучшие свои стороны. Говорят, что там вот деньги портят людей. Деньги не портят людей. Деньги усиливают качество человека. Вот какой человек был на самом деле, когда у него появляются деньги, он показывает, на что он способен. Он показывает все свои возможности. Он показывает все, что у него внутри. Поэтому деньги, они не портят человека. Они усиливают то, что есть у него внутри. Вот это самое главное. И очень часто становится видно, кто на что способен, кто что несет в себе. Поэтому вот этот эфир, да, в запись идет. Я думаю, что все нормально, она сохранится. Пересмотрите и дайте, может быть, своим партнерам. Давайте все запустим этот эгрегор. Давайте подумаем, правильные, чистые помыслы направим на то, чтобы осуществилось все не быстрее, а в нужный необходимый час. Тогда, когда это будет необходимо. Не ждите, не превращайте это в нервное ожидание. Превратите это в такое приятное, щемящее душу предвкушение чего-то сказочного, чего-то хорошего, чего-то фантастического. Мы все так соскучились по сказкам, потому что эта сказка, вот представляете, мы дарим друг другу подарки, это уже сказка, мы ее создаем для себя. Все говорят, а что вы там в сказке живете? Да я хочу жить в сказке. Я хочу, чтобы было все волшебно. Я хочу, чтобы было все приятно, по-доброму, чтобы... Чтобы было классно, чтобы было драйвово. Почему я должна лишать себя сказки? Пусть она у меня будет. И говорят, вот вы верите в сказки. Я хочу создавать эту сказку для себя. Почему я не должна ее себе сделать? Ой, вы там в сказке. Что вы там в сказке? Да это классно вообще. Да сказки это вообще самое лучшее, что есть. Потому что там добро, тепло, и никто никого не обижает. Вот это самое главное. И пусть каждый воспринимает как угодно. Вообще без разницы. Вот вообще по-фигурки. Я хочу сделать эту сказку для себя, для своих людей, для своего окружения, для тех, кто со мной идет. У меня такое понимание и взаимоотношения в команде. Я не понимаю, когда говорят, там, я приду под вас. Под меня идти не надо, нужно идти со мной. Я всегда говорю, люди идут со мной, мы идем вместе. Понимаете? Мы не идем. Я под кого-то, а ты под кого-то. Вы идете со мной. Мы идем вместе. У меня... Я не директор, у меня нет начальника. Я никому не начальник. Я никому не начальник. Я не принадлежу ни одной компании, где я нахожусь. Я не лидер там, в компании там, в компании там, а там. Я лидер по жизни. Я хочу, чтобы люди присоединялись ко мне такого же уровня, такого же... такой же осознанности, такого же желания. Вот этот уровень, когда ты понимаешь, нужно делать правильно, порядочно, запускать правильную энергетику. Вот этих людей я хочу к себе привлечь. Понимаете? Я хочу с ними быть вместе. Они надо под меня. Они пошли под нее. Да и под меня не надо вообще. Я стою вот на земле спокойно, твердо. Не надо под меня куда-то там идти. Это неправильно. Это уже... Вот когда я слышу эти слова, я уже понимаю, в чем там человек себе думает. Какой у него мир в голове? Я говорю, вы идете не под меня, а вы идете со мной вместе. И мы все идем планомерно, и мы заходим, и мы уже наслаждаемся этим процессом. Мы создаем эту сказку порядочную, правильную. Я знаю, что будут ошибки. Я знаю, что будут какие-то там люди там что-то не туда нажмут, там что-то сделать. Нормально. Я сразу команду предупредила. Говорю, ребят, спокойно, воспринимаем это как надо. Мы с лидерами моими переговорили. Говорю, не удивляйтесь. Просто доносите до людей в глубину, что, ну, все может быть. Я уже видела много раз, когда люди, а, быстрее, быстрее, все хотят куда-то выше, дальше, сильнее, быть впереди всех. Один вопрос, зачем? Куда? Куда мы торопимся? А куда мы торопимся? Впереди планеты все, и первыми в космос? Ну, а что там дальше? Ну, зачем? Почему не делать это все по порядку, в свое время, прекрасно? А можно я вот туда, в самый верх? А что там? А с кем там обмениваться подарками? Я хочу, чтобы у меня впереди шли сильные лидеры, сильные команды, и обмениваться с ними прекрасно подарками, чтобы там были осознанные люди. А не так, чтобы мы зашли с этой стороны, а на той стороне никого нет, потому что там люди, ну, вот как-то там думают, или все что-то. Зачем? Я хочу, чтобы впереди шли лидеры мощнейшие, и у них команды уже осознанные, и мы заходим и быстро это все делаем. Кстати, не тратите сейчас время, да, займитесь криптокошельками, займитесь оформлением бинансов. В гугле вся информация есть. Здесь были видеоэфиры, девушка прекрасно рассказывала, показывала, такая приятная девочка, все объяснила, все это самое. Изучайте, поделайте себе трассвалет, метамаск, там, зенник, эти, какие еще там есть, кошельки трассвалет, потом еще есть какой хороший кошелек. Да много их, таких популярных, бинанс, устанавливайте бинанс, это, кто мне сказал, так сложно пройти верификацию, ну, а где сейчас легко? Ребят, да, в блокнот, записываем все пароли, правильно, есть такое понятие, как криптогигиена, да, вы записываете, вот пароль, метамаск там, трассвалет, дает вам пароль, вы должны его записать на бумагу и сохранить это в документах где-то, запишите на бумагу, положите в документы, запишите в блокнот, запишите в нескольких местах, не делайте скрины, не сохраняйте это на фотографиях, в телефонах, потому что система Google считывает всю информацию, а вы свой пароль, секретную ситфразу от криптокошелька храните на фотографии в заметках либо в галерее, ну, это нельзя делать, ни в коем случае, это нас учили эксперты по криптоиндустрии, поэтому прислушайтесь к этим советам, да, мы прислушались и вам советуем, записываем на бумагу, храним, научитесь сейчас, попрактикуйтесь, пополнять криптокошельки, Binance очень удобная биржа, есть биржи, которые, тоже надо поинтересоваться этой информацией более детально, биржи, которые для РФ доступны, на которых тоже можно, допустим, пополнять, обменники есть, то есть сегодня нужно сейчас научиться самому, если умеете, учите свои команды, учите своих партнеров, не тратьте это время, ожидания просто в попусту на то, что просто сидите, рвете нервы, сами себе переживаете, проделайте эти уроки, у нас там есть по Binance видео у меня в чате, там небольшой канал, мы зумы записывали, как мы там через P2P покупали, как мы пополняли, как мы выводили на карту, то есть как купили криптовалюту, завели на кошельки в Binance, как мы ее оттуда достали, как правильно переписываться в чате с людьми на P2P, когда вы покупаете или продаете, какие действия нужно делать, какие не нужно делать, то есть пока вы, самое главное действие, пока вы, там Binance везде это предупреждает, пока вы не получили, на P2P сделку совершаете, у человека покупаете крипту, вы его не знаете, пока вы не получили на свой кошелек в приложении на свою карту деньги, вы не нажимаете подтвердить перевод и отправить человеку крипту или там допустим то есть все нужно вначале проверяете, что все получено, только потом подтверждаете операцию, это золотое правило везде, нужно научиться разбираться в этих сетях, то есть допустим USDT пересылайте на кошелек через какую сеть, нужно всегда понимать, что есть сеть, либо вы пересылаете через TRC20, через BIP20, через какую сеть вы пересылаете, все это вот здесь видео было по криптокошелькам, все очень хорошо, девушка забыла, как девушку зовут имя, такая черненькая симпатичная девочка, все она так спокойно, четенько объяснила вообще круто, поэтому, ребят, и самое главное в завершении, да, нужно быть там, где вы хотите быть, не бойтесь этого, если вы хотите быть в каком-то проекте, в какой-то структуре, в каком-то сообществе, будьте там, где вы хотите, вы почему-то очень часто себя ограничиваете, что вот надо там куда-то, вы должны решать, куда вы хотите, как вы хотите, что вы, соблюдать, конечно же, если вы в команде, если у вас хорошее взаимоотношение, соблюдать принципы экологичности общения, да, этичности, то есть нужно в первую очередь уважать себя, и тогда вы будете уважать другого человека, это очень важно, это колоссально важно, да, не допускайте каких-то корыстных моментов, или каких-то, допустим, необдуманных шагов, то есть все продумайте, все сделайте порядочно, нету третьей стороны, есть человек либо порядочный, либо непорядочный, все, и наше сообщество, оно, наверное, действительно существует для того, чтобы исправлять в себе какие-то моменты, исправлять и идти в правильном направлении, и запускать правильную денежную энергию, и дарить с удовольствием, и принимать с благодарностью, это очень важно, я думаю, что вы разделяете многие мои мнения, и хотелось вот таким небольшим спонтанным эфиром, да, немножко такую вот, может быть, сгладить это ожидание, которое, допустим, нас всех уже поглотило, да, и превратить это не в ожидание, а просто в предвкушение, помните, как в детстве праздника ждали, да, то есть особенно Новый год или День рождения, это же такое классное, щемящее чувство, вот вы представляете, скоро все запустится, и мы как зайдем, как бомбанем, все может быть в этой жизни, все, но раз у нас есть это ожидание, давайте сделаем его прекрасным, я очень рада, что вы зашли, что вы нашли время, да, послушать немножко меня, мою говорящую голову, и сохраню эту запись, выложу здесь, пересмотрите, кто, допустим, зашел, не сразу, ну, хотелось поделиться с вами своими мыслями, настроением, и не забывайте, если мы все вместе подумаем хорошо, все будет самым лучшим образом, направляем свое мышление в нужное русло, да, пусть все запустится, благоприятный для всех момент, для всех нас с вами, поэтому я вас благодарю, желаю вам приятного предвкушения, да, приятного этого ожидания, будьте счастливы, не забывайте делать счастливыми других, любите себя, и всех, кто с вами рядом, и поверьте, мы сможем в этом мире сделать много, потому что мы для этого сюда пришли, и пришли сюда не просто прозевать, не пожелать, мы пришли сюда, чтобы делать что-то, создавать толковое, и от каждого из вас это зависит, поэтому не думайте, что вы где-то там в команде, где-то там, я там не на первых позициях, или еще что-то, вы, мы все винтики в большом, очень таком серьезном механизме, все через сердце пропускаем, все через сердце, всем добра, обнимаю, я рада, что у вас так много сегодня пришло, так здорово, вообще круто, классно, все, ребятки, всем пока.